Единственный поединок сегодняшнего года Витеральный бой за бой с чемпионатом АСС Валерей Шаршан Третье! И вот он приглашается в президенте Габи Мадичи! Да нет, давайте заново включим, потому что хотелось бы с самого начала рассказать про его историю. Такая интересная, драматическая. 22 месяца. С финальным, да. Можно так назвать фильм, 22 месяца. Вы видите вторую версию меня. Показал, насколько я профессионал этого дела. У нас сейчас вечерняя тренировка. Приехали сюда чуть-чуть попотеть, так как мне нужно согнать лишние килограммы. Я думал на самом деле, что он в отключке, я с ним разговаривал, он такой в пятне, еле-еле что-то бормотал. Не снимай! Наби! 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 Я с ним попал в лигу в один день. Это было день рождения Кирилла, взвешивание перед GFC 3. И был мой первый день GFC. Я когда пришел, я увидел вот этот обтянутый лысый головой, как череп. Я его запомнил. Мне он лысым больше нравится. Он вообще запоминается. Там сразу бы соперники ломались бы ментально. На самом деле наша совместная история, вот когда он начался набить. Это был 8 августа 2020 года. Он не просто скидывает ни привет, ни пока, а сразу свои регалии. В случае замены я готов на номерной. То есть типа хочет обойти отборочную, да, свою небольшую наглость. А сейчас встречайте в черном углу его оппонента. Эркин! Брата! Внимательно слушайте мои команды. Покажите красиво, а главное честный бой. Руки пожали. Он очень грамотно все сделал. Он закинул его с рук, с ног. Кто думал, все, сейчас зарубимся, и тут же перевел ее. Как мне Эркин рассказывал, говорит, я выхожу в свет, камеры, я в кино, думаю, я звезда, говорит, а мне уже треугольник закрыли. Я, говорит, пока одупнулся, говорит, я уже в треугольнике сидел. Вот так быстро! Наби-набиев! Ну, мы после этого боя, на самом деле, сразу все поняли, потому что Эркин был достаточно сильный соперник, и мы ждали прям большую битву такую, бойню. А все закончилось в первом раунде. Но мне нужен пояс, я гоню за поясом. Хотел бы обратиться к одной выскочке. Он боец лиги GFC, Сергей Шишкин. Я пообещал этому человеку, что мы с ним встретимся после того, как я разберусь с его одноклубником. Он писал еще, GFC турниры не проводили там. Он когда говорит, он сразу первый вышел, вызвал Шишкина, самого хайпового, взял микрофон. Он сразу все делал правильно. Звездное противостояние! Приглашается боец! Владимир! По прозвищу Хулиган! Чеходанский! Вот это был первый бой медийный GFC, потому что Вова уже гремел в хардкоре. 5-2 у него был рекорд. И мы его выпускаем именно под Наби, потому что понимаем, что Наби нужно продвигать тоже. По всем возможным сценам смешанных единоборств хорошо выбирать. Да, набрасывает удары. Ух ты, в главном поединке вечера такой провернусь. Вот пока в одну калитку разносит Наби-Набиев. Хулиган перекрывать, но этого мало, потому что Наби-Набиев уверенно контролирует его в партере. Наконец забросил ноги, ну-ка. А, есть угол! И вот сейчас он остается! Хулиган сдается, Наби-Набиев! Болевым в первом раунде закончил боец из черного угла! Судянов, Толес, пускай забирает своего бойца. Пускай отправляет ко мне нового. Следующая жертва мне нужна. Номер один здесь только один. Третий бой я завершил в первом раунде. Запомните, в первом раунде я его завершил. Может, это будет накал, может, это будет боле, я ничего не делал, но я его железно завершил. Вот здесь самый первый такой трэш-шток был в GFC Pride. Такой грамотный, взвешенный. И Наби вот, мы тогда поняли, что он на расслабоне все делает, вот как есть. Готов карьеру закончить из первого раунда? Сейчас я с ним разговариваю, я с ним разговариваю. Мы с ним должны решать, они с тобой это решат. Ты не собирайся, сейчас мы с балтируем на этом. Давай, если я его завершу в первом раунде, ты мне 100 тысяч даешь. Согласен? Нет. Я расслабил, это совместный турнир, да, Жиль? Суперно, да. Есть GFC Pride пояс, это мой пояс. Мой пояс. Я вот буду с ним разговаривать, за этот пояс тоже подраться. Номер один здесь только один за пояс. Это наши парни уже повзрослели в это время, да? Получается, всем по 18 где-то исполнилось. И мы им сделали такое, для выпускников тех, кто на контракте, в первом турнире на берегах Волги. Совместный с OpenWay. Насколько он уверенно отвечал тогда за свои слова? Как он это сделал? По ступеньке идет стадионный турнир совместно с профессионалами. Тебя показывают уже в прямом эфире на телеканале федеральном. Тебя вызывает Загорский. Ты растешь прям постепенно. Ты здесь на конференции обещаешь то, что в первом раунде его закончишь. Боец из Хасабюрта! Встречайте по просвещу хедлайнер Наби Набиев! Здесь главный момент то, что когда Наби проходил, тот понимал, что Наби будет проходить. Кинул колено, колено не сработало, и Наби его заставил постучать этим же коленом по окрону. 35 секунд первого раунда болевым приемом на руку. Наби, хедлайнер Набиев! Наби, хедлайнер Набиев! На самом деле основная проблема была в том, что Наби всех переезжал, действительно на классе переезжал, и стойки как бы показывал неплохо, но пока он на наших площадках его еще не видит. Он сейчас хорошо подготовлен именно такими универсалами, грепперами, пацанами. Ну, первый соперник, это же замена, да? Да, соперник был. Да, это парень вышел на недельной замене, причем не в своем весе. И тоже такой ярко выраженный удар, мало что он мог в греппинге поставить. И все, пожалуйста, до срочки в первом раунде сомишен. Победу удушающим приемом одержал боец из желтого угла. Наби, хедлайнер Набиев! Они все ментально сломаны. Он, я на Стердана видел, он морально, ментально. В глаза смотрел, я ему в губы смотрел, у него губы дрожали. Еще куда ты смотришь? Еще куда ты смотришь? Еще куда ты смотришь? Если тебя не разнимали бы, ты уснул бы, если нас не разняли бы. Мне показалось, что у Наби богаче арсенал. Я от тебя 100 штук заплачу, если ты все три боя досрочно закончишь. Парни, правила знайте, внимательно слушаем мою команду. У вас три раунда, покажите, красивый. И главное, честно говоря. Это уже никакой симпатии нет здесь, никакой уважения никакого. Благожданный мой реванш, я ждал его два года, почти полтора. Да, Аркин за это время, когда переехал в Москву, подтянулся. Он уже 3-0 по-моему по профессионалам шел, да? Сейчас уже 5-0 по-моему. Нет, ноль у него так же. И он толстый. Ну да, вот здесь он вышел с боками. Это не его вес, откровенно говоря. Это был переезд, Аркина даже было жалко за этот бой. В первом раунде Наби-Наби творит историю. У нас определился первый финалист в категории 65 килограммов. Это Наби-хедлайнер Набиев. Никогда не завершаясь так, я становлюсь еще голоднее. Следующего тоже мы завершим. Я здесь номер один, номер один здесь только один. Я заверу всех, я очень голоден. Я Матадор всех Матадору, я король всех королей здесь. Напомните, соточку, да? Не, я просто пошел уже в банкомат. Надо же к финалу готовиться. Это, конечно, мощнейший боец. Он такой же, чтобы я кого-то назвал кисками, только группа блестящая. Человек в ролике говорит, вы для меня все киски. Все, кроме Камила Гаджиева, который должен мне дать денег. Это сильнейший боец. Я буду болеть в финале. Наби, наби, наби. Только морду мне не наби. А ты думаешь, вот эти сто штук, которые ему Камил предложил, они его сбили с пути? Да. Что они тогда ему голову затуманили, да? Да, да, сто процентов. Он так был заряженный достаточно. А он тут сам же, он говорит, ты поднимаешь ставки, из-за этого становится еще голоднее. Но он перегорел немножко. Наби, хедлайнер Набиев, в который раз, победив в первом раунде, заключил пари на три досрочные победы с Камилом Гаджиевым. И он продолжает делать шоу. Хороший у него был образ, вот этого швулинского монаха, аватара. Я как раз же пояса вручал, мы сидели вместе с одним из судей. А он такой грепплер неплохой. И мы вместе охреневали от того, что происходит с телом Дамира. Кто с его рукой? Как UFC защищался от армбара, тоже самоотверженно когда-то, Рашид Магомедов. А я, знаете, что посоветовал вот ребятам, молодым, но вообще спортсменам, посмотреть, как работал угол у Дамира. И как он ему подсказывал, что он ему говорил. У него просто угол, вот иначе, ну, работа была, угла была прямо продведена очень четко. Все подсказки, подыши, отпусти и бей. Просто разбивать надо, понял? Сейчас спокойненько, в борьбу сам не иди разбивай, пусть он бежит туда. Все, газ, разгоняйся. Просто первым номером, блядь. Сейчас выживает Набина Биев, что происходит? И уже Дамир находится за его спиной. Да, это кризисный момент уже для Набина Биева. Следует удар, один за другим. Рефери, по-моему, сделал замечание о защите и удар был в затылок. Набина Биев, Набина Биев, Набина Биев! Да, нет силы, Набина Биев, обратите внимание, да, все! Набина Биев, фаворит всего гран-при, проигрывает Дамиру Аминову, что это за бой? Но этот бой ему показал, что нужно пахать. Мотивацию было. И я даже рад, что благодаря этому бою в нем что-то поменялось. И он понял, что нужно пахать до этого боя, когда мы ему говорили, что набитый в Дагестане, со своей бандой, хедлайнер-тим, что вы не сильно тренируетесь, что тебе нужно. Мы говорили, что давай его увезем в Москву еще куда-то, чтобы он тренировался. Он говорил, что все едут готовиться в Дагестан. Но после этого боя он понял, что из Дагестана тоже нужно уезжать, чтобы отбрасывать все проблемы. У него же тренеры даже там нет толку. Что пошло не так, Наби? Я не знаю, я планировал завершить. Просто, может, это моя самая большая ошибка. Если бы я подрался всю дистанцию, в основном руки забились. Может, вот этот тренер воспитывает в них такой дух. Если есть такая возможность, хотел бы пооткрываться у них в зале, пройти сборы. Хотел бы. Это эти кадры после того, как мы говорили, что я приеду к вам на сборы. Приезжает на сборы и совместно с Дамиром готовится к своей профессиональной карьере. Как будто мы реально сценарий писали всей этой историей. А тут один, второй, один. А почему второй? Я один жемлястый, а? Сколько ты нем? 6 килограмм. Особо не согнул. Наби, наби, прозвище. Прозвище. Нету прозвища у меня. У тебя ж было прозвище? Уже нету. Кошмар поставил мне прозвище. О, другое дело. 66. 72 весил, как на сбор в Екатеринбург приехал. Во время сбора 72 было, 66. Уложился вес спокойно. Самая легкая висогонка, можно сказать, в моей карьере. Растешь? Сколько? Ээээ. Левая рука чуть поближе от себя. Завтра вы увидите вторую версию меня. Завтра я уже прошел. Показал, насколько я профессионал этого дела. У него опять был на самом деле реально слабый соперник, у него была очень легкая весогонка, в 66 он гонял, хотя он должен в 61 выступать. Это, кстати, мы очень долго искали в Алтуфьево кафе и сам нам показывал, в итоге мы нашли какую-то непонятную чайхану, но вроде покушали. Ну, вроде халяль. Чуть подвигаюсь, ближе подойду, сокращу дистанцию, отойду, отойду. Не бумагу, нету анвара. Мистик Наби, а! Вот это же можно, да, же мы уже раз покажем, это завтра вообще самое. Чуть, это Наташке давай провалим. Средимся завтра, Кирилл нам сегодня накрыл, небольшой такой стол. Он говорит, Наби не оплачивай, я сам оплачу, оставай, уходи. Все, короче, мы уже весы, весы, уже заряжены, уже настроены. Увидимся завтра. Самое главное мотивирование, увидимся завтра с Эмасом Малик. Ну что, расскажи нам быстро, что? Бой, нормально, как сон. Все, остановились, капельницу дали, но хороший тренер тоже здесь, то, что нужно тоже здесь, поэтому мы заряжены. Прозвище, то, что поменял, это вот то, что часто вот я замечаю, бойцов называют там хедлайнерами, куда их должны, я единственный здесь хедлайнерами, и хочу, и хочу хедлайнера, меня называют, вот этот момент не доминал, я поэтому поменял, решил прозвище поменять. Мне часто кошмар говорят своего резина, поэтому. А, вот так решил. Я, когда поездок беру, когда он машину обещал, подарили. Колеса. Такую не говорили? Не. Какая? Чисто копейка, понял, снаряженная, посаженная. Без спорта. Главное, там не утомиться. Да, приедем, мы, наверное, без занятий. Ты сейчас туда приедешь, там вот эта энергетика, я подхватываю, понял, будет. Да, лучше здесь находиться. Там, наоборот, главное, в моменте не перезарядиться, понял, вот такой момент. Давайте, я тоже здесь. Настраиваемся. Я готов. Главная сила, вот, и главная слабость на бед, и пацаны, которые его окружают. Вот, сила, видно, что они вот эту, ему дают уверенность ментальную, но слабость в том, что вот эта толпа, она, по сути, просто хаос создает. Вот, и, ну, откровенно говоря, там 90% людей бесполезны. А, крантай, ты не считай. Ты прямо вот так, прям, он стоит за крючей, прям так, ущупай. Он чик качнул, бам-бам туда. И вот тут же, отсюда же, бам, локаль, ты засолешь. Скачуем, они прямо у них хорошие. Связочка, да. И, если бы он переехал в Екатеринбург, я думаю, ему бы это пошло только на пользу. Сэм, 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 азам, алирк, я поехал. Не, мне надо, чтобы он здесь сидел. Хочешь, чтобы я на противнюю целью его могу укачать ехать. Вот, а здесь все. Команда JVC Pride выдвигается на арену хардкором. Навести там шуму и сотворит своего рода истории. С нами наш любимый Акрон Холдинг. Гирил, в деле. Самое главное, что у меня сердце разминается внутри жизни. Остальные все мелочи. Один из самых перспективных бойцов HFC ММА. Ему 19 лет, и он представляет город Хасавюрт. Мой соперник Анвар. Я, скорее всего, буду его кошмарить в Тринанду, но если что-то вдруг из-под контроля выйдет, я вырублю его. Я иду за всеми, за каждым, абсолютно за каждым. За полтора года заберу два пояса, это 100%. Три минуты, четыре секунды первого раунда. Победу техническим нокаутом одерживает боец из красного угла Набиев. Самый, самый настоящий кошмар этой индустрии вот здесь, перед вами. Самая жесткая, чуть не убийственная пиар-машина вот здесь, на будущее вам, Эдуард. Пиар-машина, пиар-машина настоящая вот здесь. Здорово, здравия желаю. Всем доброе утро. Какие мысли? По сопернику. Пять раундов поют. И вот единственное, что новое для меня. Думаю, все раунды, вот это ва-банки, ты не буду на болевых работать. Ну, в принципе, если будет возможность на болевых поймать, я поймаю. Если уже увижу, что уверенно захочу, завершу. На завершение 20, что ли, 3 дня. 3 дня. И что думаешь? Уйдет спокойно, у меня вода там личная в организме. Я где-то литр, почти 4 сегодня попил. Несмотря на это, у меня там 67-50. Ромально, уйдет давай, спокойно. Саламу алейкум. Имя-то кудома ссой. Короче, у нас сейчас вечерняя тренировка, 18.30 строго по времени. Приехали сюда чуть поподеть, так как мне нужно согнать лишние килограммы. И мы сегодня немного сгоним веса, и дальше больше, короче, видно будет. Хороший. Поэтому мы стараемся именно пощупали, пощупали. Шаг ногой мы делаем со сменой вот такой. Мы перекрываем. Перекрыли отсюда. И отсюда стандартненько. Боковой закинули, и туда же по печеночке. Честно, у Сереги всегда нравится атмосфера на тренировках, сколько бы. У него всегда музычка, он всегда угорает. Сама атмосфера у него всегда такая веселая. Он их бьет, но позитивно. Он бьет и шутит. Заготовочки к моему бою. Это будет... Это будет тип на протяжении всего боя. Ну, смотря сколько он пройдет. Это будут на дистанции удары, там джебы, трогать. И сразу ворот. И ниже колени. Посмотрим, видно будет. Либо тип, либо сразу ворот. А ты его заднее или спереди не бьешь? Че это? А, дик? Заднее? У людей наоборот, когда тренировки делают, они устают, настроение теряется. У меня наоборот повышается все это. Вся энергия у меня сейчас. Сейчас я очень заряжен. Такую легкую тереноку сегодня дали. Вообще не устал так спокойно. Завтра будет завтра уже два тяжелых дня будет для меня. Это висогонка, полностью бег. Так, в принципе, хорошо, четко пошла. Теренок, вода тоже всегда рядом. Это последний, можно сказать, полтора литра, который я сегодня должен закончить. Я говорю, я мороженое очень сильно хочу потушить. Все, короче, мы домой спать, отдыхать, высыпаться, восстанавливаться. Завтра с вами увидимся. Все, всем вас, Алмалю. Я думал, соперникам говоришь, что все. Сегодня сейчас чуть-чуть капельницу сделали, такую небольшую, чтобы состояние хорошее было. Сейчас поедем в фитнес-зал через час, наверное, скорее всего. Чуть побегаем. Сегодня по плану килограмма три надо согнать. И завтра остальное там. Может, два, может, три килограмма сегодня сгоним. И завтра остальное что останется. Что, там собираемся, да? Да-да, потихоньку собираемся. Видишь, собираемся. Со мной здесь Каримула спит. Морщий брат и Мансур. Вот, короче, взяли мазь для быстрого пото-выделения, так скажем. Чтобы потеет сильно. Мы на воде живы были все это время. Поэтому сейчас всю воду будем выводить с организма и сделаем думай вес. Все, верно, пойдем. Шапка надо будет дать ей. Физа. Алло, тренер, мы тронулись уже, если что? Все, давай, давай. Мелика у меня с каждой минутой, не даже с каждым днем, с каждой минутой растет. Вот. Смотрите, 70-80 человек меня в истории упомянули. На комментарии я внимания не обращаю. Но только на комментарии поддержки пишут. Запросы, зайдем в запросах, тоже пишут. Охренеть. Вы прикиньте, я бой, бой я сделал, в принципе, но он же не вышел. Люди же думают, что где бой, как у меня ни одного боя в карьере. Вот, я только карьеру даже еще, можно сказать, не начал, я уже заповедую с хардкорой. Это же, это же много вопросов будет. Мне вот сейчас каждый второй задает вопрос, что как, почему. Прохладник, да нет? Блядь, все интересно. О, смотри, смотри. Кстати, поражаюсь спокойствию Сереге. У них 6 килограмм лишних за сутки, считайте, до взвешивания. Он говорит, все сделаем, все нормально. Это Мася напоры открывает для того, чтобы она быстрее потеть начал организм, быстрее воду выгонять начал. Тебе не холодно? Не холодно? Жарко. Да, все, наушники одевайся, заряжайся, 20 минут бега в легком-легком темпе. Сейчас вот надо вес сделать, сейчас все мысли об этом. По весу, если четко сейчас все подгоним, все по весу сделаем, хорошо. То план, я думаю, один, надо в стоечке потихонечку разбивать, потому что не давать бороться, а если борьба, то надо бить снизу постоянно, потому что это сейчас очень хорошо оценивается. То есть удары снизу сейчас очень хорошо оцениваются. Локти снизу засовывать, набишка очень хорошо чувствует борьбу. Я думаю, что он может и накинуть что-нибудь по весу. Задача наша сейчас, на данный момент, просто сфокусироваться на весе и сделать вес. Чтобы пояс остался и все, чтобы не было такого, что снимут пояс. Могут снять пояс из-за того, что вес не сделан. А вот им к пятнице сделают вес, как восстанавливается вообще будет? Да посмотрим, начнем с фруктов. Фрукты, ягоды потихонечку, потихонечку. Ну и, соответственно, разрешенные в России капельницы. В России это все разрешено, поэтому все четенько. Самая большая ошибка, мне кажется, на весе гонки – это диета, да? Когда диету не держишь, кайфуешь, и потом в крайний день там убираешь 6-7 килограмм. Самое тяжелое. Что там, потекло так? Ну, Сереге за это, конечно, отдельное спасибо. Вот этот недельный ваяж, он его взял просто под крыло, круглосуточный надзор, там, что съесть, что выпить, когда поставить, какие капельницы. Просто это как бы идеальная тренерская работа. А какого это вот быть тренером? Слушай, а прикольно. Ты ничего не делаешь, вокруг тебя все мучаются. Я хоть час еще готов бегать. Ход льется. Через нее пробивает, прикиньте, что она не будет. Получается, убрали два, правильно? Осталось 3, 2, 2, 200, правильно? 3, 200, на завтра, если мы остались. Я думаю, можно на завтра оставить сил побольше, чтобы завтра уже дать нас нормальный. Мое предположение, что он сейчас снимет, когда одежду, мне кажется, грамм 400-500 останется. Вот здесь я с ним был в сауне и все время стоял ему вот так вот полотенцем вытирал лицо. Я думал, на самом деле, что он в отключке, я с ним разговаривал, он так вот в ответ мне еле-еле что-то бормотал. А на следующий день выяснилось, что он все помнил, короче, что он в четком сознании был, он даже помнил все, что я ему говорил. А я ему такую чушь нес. Что, напишка, нормально? Двадцать пять секунд осталось. Это сколько тебе ушло показывать? Да, девятьсот. Девятьсот ушло? А было сколько? Нет. А сейчас получается? Да, очень мало. Да, очень мало. Очень мало. Вот это вот уже все. Вот это сложный момент, когда у нас остается вот лишние эти 150 граммов. Ну и мы пытались решить. Ответа от команды соперников еще нет. То есть, либо сгонять эти 150 граммов, либо получится договориться. А он уже хочет пить, он уже с ума сходит. Он уже эту бутылку взял. Он говорит, подожди, не пей пять минут, дай мне договориться с соперниками. Все нервы у всех на грани. Наби пять минут, подождите. И что? Очень тяжелая была весогонка. За последние пару суток Наби скинул порядка шести килограммов. Это было реально тяжело. Тяжело очень было и ему, и нам тяжело было наблюдать. Расскажи про сегодняшний день. Ну, настал этот день, которого все ждали. Это, с одной стороны, самый сложный день, с другой стороны, самый легкий. Потому что все самое сложное уже было сделано. Была выполнена отличная подготовка, хоть и на коротком давлении, но... Игроки ему не подогнился, когда он все тихий. Все вот так пойдет нормально. Нет, ты что, прикольно? Когда еще не стал чемпионом. Я думаю, готов к чемпионскому. Главное, чтобы не зазвездился. Давай просто, надо, чтобы все собрать, все, что-то надо на арене. Пацаны пускай отвезут, меня чего везти. Хорошо, надо все собрать, потому что они что-то не забудут и все. И вот он будет сейчас сам собираться на бой. Он будет искать свою капу, бандаж, будет сам все складывать. Ну, вот, это о чем я говорю, что да, если есть такая большая толпа, есть такая команда, то можно же сделать организованно, каждый будет делать все вещи, и все, будет бомба вообще. Эй, у меня через часа три, наверное, уже бой, короче. Ты смотри, настраивайся, я на тебя, бля, поставил уже. Полтинник, да? Да, брать, да. Тебе оттуда вот тоже нормально. Эй, брат, таким коэффициентом надо жизнь ставить на него, не? Брат, молодой, девятнадцатилетний пацан сегодня сотворит историю, иншаллах, брат мой. В первую очередь, у меня мотивировано тем, что хочу вот так приехать домой и сказать, приехать домой к отцу, к своей маме, к своим родителям и сказать, вот, пояс, вот бабки, оно того стоило. Все, что вам говорили люди оттуда, отсюда, сбоку, она, это все было неправда, да, реально презирали, говорили, что он неправильно идет, это у него неправильный путь и так далее, но сегодня я докажу, что она просто единичала. Звонки начнутся, СМИ, камеры, все дела, приезжай в Москву, мы тебя ждем, хотя такого не было, когда я только начинал. Такого мероприятия еще не было. Я сижу и думаю, как все вот это, как вот это все получилось. То это в любом случае меня Всевышний этим наделил, я ему очень благодарен за это. После GFC попроще на конференции так сидеть? Да, вот, комфортнее, но в плане спокойствия, там, хладнокровнее отношусь к этому всему. Анатолий Сувянов, если честно, вот, с его словами я не соглашусь, потому что как, блин, против этого боя. Этот бой нужен, это не слабый соперник, он так сказал, как будто слабого бойцам одобрали. Ты выходишь на замену. Нет опасений, что амбиции стать первым в истории, а, к слову, предлагалось просто провести бой с другим оппонентом на стадионном турнире, но вы все равно, подумав, выбрали бой против действующего чемпиона. Не станет ли это какой-то преградой на старте твоей карьеры, которая может помешать ходу ее дальнейшего развития? Да, судьба этого боя решалась в 40-минутном разговоре. Мы с Анатолием долго спорили по этому поводу. Он, на самом деле, правильно тоже делал по-своему. Ему на би сразу понравился, он хотел его подвести к поясу аккуратно. Мы, в принципе, тоже изначально хотели, но раз такая возможность нам упала... Надо брать. Надо было брать. Я, если честно, даже ни секунду не задумался о том, чтобы отказаться от этого боя. От такой возможности вообще нельзя отказываться. Тот, кто думает о последствиях, он не герой. А у меня сердце настоящего чемпиона. Но, если честно, он не такой уж серьезнейший. Это не сверхъестественный боец, чтобы опасаться его. И я на сегодняшний день тоже заявляю, что я одна из самых главных пиар-машин этой индустрии. А в этом бою я на голову выше тебя. Что бы, кто бы, как бы ни говорил. Этот бой в любом случае войдет в историю, как обычный молодой девятнадцатый... Для тебя может быть сырой-зеленый, для зрителей может быть сырой-зеленый. Обычный молодой пацан выйдет в эту клетку и сотворит историю, победив тебя, брат. Я тебе это обещаю. Есть очень много таких положительных, классных моментов. Ну, например, как сейчас, да, мы едем. Мы рады тому, что мы прошли большой путь, который оказался очень коротким. Скажем так, мы на бешеной скорости пролетели большую дистанцию. Вот мы едем на чемпионский бой. Даже не верится. Но это, конечно, очень радует. Но есть только тяжелых таких жестких моментов, когда думаешь, нахрен, а ну мне все надо. Они все хорошие пацаны, но тут понятно, что во время висогонки, во время каких-то нервяков, ну, все люди меняются, это нормально. Но порой вот пик напряжения до такой степени дорастает, что ты думаешь, вот сейчас вот этот бой сделаем, все, я больше вообще не буду этим заниматься, зачем, нахрен оно мне надо. Добавил 5 минут, подожди. И что? Не снимай, дай! Эй, где? Дай, 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 дай. Все, спасибо. Надо к уважению относиться. К уважению. Так, ты выходишь по голубому торсу, вы выходите в спортивные штаны. Мы как происходим, секунданты сейчас подъедут. А, секунданты два человека. Киряшин принесет футболки, одежда, без логотипа, ты ничего. Я не горжусь. Я привык к этому. О, мы еще угадали, что-то сказано. Вот здесь мы, вот здесь мы попутали, когда зашли на арену. Да, был прям масштаб. Базара нет. Так, все, заряжайся, заряжайся, переодевайся кайфой. Она не маленькая? Маленькая? Маленькая, да. Нет? Если тейп еще будет, то больше лучше. Давайте попробуем больше. Потому что еще же тейп будет. Да. Она прям вообще в упор. Тейп будет от тебя вообще. Без проблем. Я надеюсь, эмоции со стороны незаметные. Потому что не хочется передавать настрои спортсменам. То, что мы были неделя, вообще, по идее, все идеально прошло. Вес хорошо сделали, несмотря на то, что на скорую руку. Восстановились хорошо. Сегодня попотели хорошенько. Дышит нормально. Поэтому, я думаю, все четко будет. Моральный настрой у него всегда, но она в порядке. Поэтому с этим проблем нет. Будем по бою смотреть уже, как будет. Пока планов никаких не строим. Но такой геймплан маленький, да, есть. Посмотрим, будем придерживаться. Он первый, кто от нашей команды идет на такую большую стадию, да, за чемпионовский титул. Ими GFC стояло, как бы, на кону. Ну, пацан за чемпионство дерется три недели в организации. Уже круто. Что, я п***ался, не тот флаг взял. Вот что, по-моему, Пасет решит. Везде, безо, все дети какие-то маленькие, блядь. Те же там не прожили. Если бы раньше приехали, блядь, увидели бы раньше, что флаг, ну, блядь. Я бы сейчас заказал, блядь, блядь, блядь. Я бы сейчас заказал бы, чтобы все это было. Все, короче, осталось совсем немного на мою выхода в октагон. На то момент, пока я заберу этот пояс, иншаллах. Это был очень долгий путь, и мы пришли, наверное, наконец-то к этому. Руку дальше вытащите, вытащите. Это что такое? Это лед, у меня чуть колено обреваливает. Не слышу! Да, да, скажи, этот. Аминь! 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 Как тогда вообще все охренели, что он вышел под эту песню, под которую Хабиб выходит. А под нее вышли вообще, это прям сильно случайность была. Идея появилась такая, пацанов, давайте выйдем под эту песню. Я говорю, Полин, там авторские права надо, надо, чтобы автор песни дал авторские права. Это, пацаны, тяжело. И Набиб просто со своего инстаграма написал этой девушке, которая эту песню поет. И кто-то говорит, да, конечно, без проблем. Прикинь. Чемпион России и Дагестана Паушу Саньда. Несмотря на трудный возраст, он считает себя настоящим кошмаром для каждого, кто станет на его победоносном пути. Сегодня он планирует удивить невежденного чемпиона и совершить главный акцент кода. Перцовский пигонный я поиграю. Время, которое будет связано после Новый год. Шею забирай! Дай ему встать! Дай ему встать! Бей! Бей! Забирай шею! Просто бей! Просто бей! Молодец! Еще! Еще! Один! Все! 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 Востер туда! Он его душит! Он душит его! А, не, не душит! Реферес-садист! Мне кажется, остановят, не дадут выйти на второй раунд, потому что слишком много рассечений. Не знаю, сейчас посмотрим, что скажут врачи, но все вообще идеально, максимально по нашему сценарию проходит. Мы даже не ждали, что настолько он будет проходить по нашему сценарию. Это не кошмар! Это ужас во плоти! Это страшно! Я боюсь! Ты видел его голову! Ты видел его лысую маленькую голову, которая вся в крови! Уберите, оставьте всех женщин, детей, оставьте дома! Только мужики, у кого нет проблем с сердцем, смотрите это! ДОКТАРА! 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 Не делай, не делай, не делай сам! ДОКТАРА! ДОКТАРА! Реанимацию! Есть! Есть! Без шансов! Дай ему! Анатолий Юрьевич, по-моему, радует в этот момент, что у него такой теперь хороший чемпион, он прям видно, он пытается скрыть. Как ты считаешь, это один из лучших дней в истории GFC сейчас? В моей истории. Вообще. Пусть он дерется все, все были против, чтобы Наби выходил в клетку и дрался против чемпиона, но этот человек настаивал на том, чтобы Наби оказался в клетке и дрался. Что? Эм, какие эмоции испытываешь? Ты умирал здесь? Ты видел, как он его добивал? Я просто кричал, чтобы реанимацию вызвали, милицию вызвали. Игорь Михайлович, это «Сигири»! Все, мы теперь будем так качать за всю план пи*****. Ха-ха-ха-ха! Эм, блин, сколько тут народов? Ты хочешь ничего, забирай, что-то дарёшь! Ты пояс выиграл? Я забрал это, мама. Я забрал этот пояс. Слушайте. Эмоции во время боя здесь уже подутихли в этот момент. Потому что все, выиграли пояс, мы понимаем это. И мы заходим в раздевалку, и вот он разговаривает со своей мамой. Вот эта фраза, что от мамы на би, зачем ты его так сильно бил. Просто поднимает эмоции снова на самый верх. Мама, сейчас я это интервью дам. Дам понять людям, кто я на самом деле такой. Ты заслужил это. Я тоже приложил немного руку. Но наше дело за кадром. Плохо еще я не буду говорить. Молодым. Первое, я скажу. Давай. Я породил эту игру, я породил этот бизнес. Здесь теперь все будет по моим правилам. Настоящая история, настоящий чемпион, настоящий гангстер. Теперь здесь я. Откуда у тебя локти? Откуда у тебя локти? Чего я не ждал? Ты помнишь? Конечно не помню, потому что я не был чемпионом. Теперь я чемпион. Как тебя зовут? Папа, я тебя забрал. Он не покажет сильно. Папа, это твой пулейс, папа. Он домой летит, папа. Он домой летит. Теперь мы очень много денег заработаем, папа. Здесь теперь, папа, камеры, здесь СМИ. Я на своем частном самолете теперь домой. Папа. Папа. Получаю. Мне нужно что-то новое. Вот человек, который очень много мне помог со всеми ими. Мы сделали это тренер. Да, это тренер. Кирилл, это легенда. Ты верил, он верил Кринусу, и он очень сильно верил, что это сделай. Если бы он на это не верил, мы бы от боя отказались. Если честно, сегодня нам предстоит чемпионский бой в 66 килограммов. Я очень сочувствую его победителю. Вот его кошмар. Вот его кошмар на 66! Мы идем в 66! Скажи, когда мы тебя ждем с металлопой с братьями! 60 килограмм! Потому что я мечтаю именно по-крупному. Я хочу больше. Не добываются такие кусочки. Все, что у меня внутри, вот это мое сердце щебенское. А ты заговоришь, что они там лучше, они там новички. Не подвизывайся! Хорош! У меня памяти нету, что больше. IDC! ACRON! Номер один, может быть только один первый чемпион хардкорда. ACRON файтинга. Все, кто изначально в меня верили, когда я только начинал, все меня осуждали, не любили, говорили, что ты такой, ты такой. Вот те, кто в меня верили. Теперь мы двигаемся вместе, теперь я не знаю, как бы закон не поднялся, двигаемся вместе. ACRON холдинг. И прайд 2C. Максим Каганский и Морозов. Интересный разбит. Эта игра. Все понесло. Погнали. И сейчас мы еще с тобой. Наби как? Легендарная фраза, да? Вот она. Вот так история. История не заканчивается, только начинается, прикинь. Всего три недели, как Наби Набиев в организации хардкор ММА. Вот это вот столько, это не столько, не столько. Одна неделя, вторая и третья. Три недели был его первый бой. Интересный. Две недели после этого боя, он забирает в поезд. 61. Пришли, сделали свое дело, теперь домой с бабками. На частном самолете улетаем на хату. Да-да-да, вы когда потеряли все эти, да? Понасите, это чуть-чуть. Если что, в Дагестаблице? Эти уже все рассказали, да? Хороший ужин мы заслужили. Хороший день. Не последний. Получается. Все обсуждали, он отдельно сидел в телефоне. У него подписчики шли, представляешь как? За это время, по-моему, спустя час после боя у него 3000 добавилось в любви. Нет, больше. Больше? Угу. Дарни за меня радуются. Все мы кайфуем. Боя забрали, похаваем. Сейчас от души пообщаемся, обсудим. Это же реально обсе года. Ну вот это вот классно, когда первые фанаты именно хардкор, да, они фотографируются. Уже, уже привык. Привык, да, уже? Чуть-чуть есть такое. Чуть-чуть есть такое. Чуть-чуть сейчас 66 надо будет забирать, ёлки-палки. Очень много, очень много подписываются до спора. Это сейчас только за час сбора. Где-то 2000 человек подписалось уже. Сегодня наблюдают, короче. Ты отдыхать будешь там месяц, недельку? Конечно, буду. Я на три месяца теряюсь. Ну, в плане тренировочный процесс мне хороший нужно погреть. На сборы думаю, Таиланда. Потом ты будешь в главной воях. Скоро-скоро, очень скоро. Ну всё, вот и фильм, конец. Надеюсь, всем он вообще сильно понравился. Фильм про меня. Так что берем дальше газа. Это только начало моего пути. Мне всего лишь 19 лет. И, иншаллах, очень большие граждане.